Множество домов частного сектора города Пинска и в большинстве своем. Жилье Пинского района по-прежнему обогревается за счет печного оборудования. Хороший хозяин в преддверии отопительного сезона обращает пристальное внимание на его состояние. Перед наступлением холодов не забывают об этом напоминать и спасатели, поскольку частая причина пожаров в осенне-зимний период – неисправное печное оборудование или его ненадлежащее использование. Для предупреждения такого рода пожаров и гибели людей на них, Министерством по чрезвычайным ситуациям активируется профилактическая работа, для чего вовлекают не только спасателей, но и представителей заинтересованных служб, входящих в состав специальных смотровых комиссий. Их обязанность – посещать адреса и особенно те, где может возникнуть угроза возгорания. На это направлена информационная кампания «Безопасная старость», целевая аудитория, граждане, которые имеют престарелых родственников и заботятся о них. Им настоятельно рекомендуют оборудовать помещение пожарными извещателями и привести в порядок отопительные приборы. Не только протопить печи, но и, например, залезть на чердак и посмотреть, в каком состоянии находится дымоход, при необходимости его поштукатурить, побелить. Также, чтобы облегчить старость именно престарелых граждан, не только подарить им какой-то электрический прибор, а также проверить электропроводку, выдержит ли она это напряжение от этих электрических приборов. Каковы бы ни были профилактические меры свести к минимуму, число пожаров по причине неисправного печного оборудования и его недолжной эксплуатации не удается. В текущем году из-за этого случились 9 возгораний. К несчастью, без жертв не обошлось. В начале года сразу два человека погибли в огне в районе. В деревне Хворосно это был пенсионер. В Заборовцах в своем доме сгорела местная жительница. Сотрудники ГРУЧС еще раз напоминают о мерах безопасности и запретах при обращении с печным оборудованием. Запрещается разведение топкой печи легко воспламеняющимися жидкостями. Запрещается складировать какие-то горючие материалы около печей. Возле притопочного отверстия должен быть прибит притопочный лист размерами 50 на 70 сантиметров. Если правила пожарной безопасности хозяевами не соблюдаются, спасатели и представители смотровых комиссий вправе наказать рублем. За нарушение домовладельцам грозит штраф до 15 базовых величин. К сожалению, такие меры не всегда имеют воздействие на людей, ведущих асоциальный образ жизни. «Если соседи все же видят какие-то неблагополучные семьи, нарушения пожарной безопасности, можно обратиться в любую государственную структуру, будь то милиция, будь то, если на районе, так сельский исполнительный комитет, в ЖЭС. Потому что мы именно сейчас работаем в такой тесной связке, когда все передадут друг другу информацию и будут приняты меры». Отопительный сезон уже наступил. На сегодня из-за неисправных печей, каминов или плит для приготовления пищи. На территории пинчины пожаров не зафиксировано. Но это, как говорится, пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...